Могилизация продолжается, да, я так понимаю, несмотря на то, что были заявления у них, что приостановлено, а все равно забирают и скрыто идет, потому что уже боятся так, наверное, в открытую брать, так как недовольство-то растет, но тем не менее, мясо пополняется запасами. Пополняется мясом и поджаривается. Я понимаю, что могилизация идет, мобилизация, которая превращается в могилизацию, вот, это, повторяю, создает проблемы нашим воинам, потому что все-таки количество, есть количество, никуда не денешься. Ну, больше работы, больше мяса горелого, ну, что делать? Меня удивляют русские люди, которые получают цинковые гробы, которых непонятно что, потому что ведь после ударов нашим оружием суперсовременным, там от людей ничего не остается. Поэтому в этих цинковых гробах может вообще земля какая-то или пустые. Кстати говоря, я помню, когда Афганская война шла, все шушукались вокруг, что там гроб вскрыли, вот, пришел гроб цинковый, родители говорят, нет, мы хотим увидеть своего ребенка, вскрывают гроб, а там никого. Или рука лежит, или нога лежит. Бывали случаи, когда наркотики лежали, то есть с Афганистана везли наркотики, да, это целое было, целое движение было, когда в цинковых гробах везли наркотики, хоронили человека, ну, не человека, а цинковый гроб, а потом разрывали могилы и вытаскивали наркотики из этих цинковых гробов. Это сплошь и рядом такое было в советское время. Это нам кажется, что все было идеально. Поэтому, ну, вот, получают сегодня они цинковые гробы, россияне, да. Меня удивляет вообще, знаешь, поражает, я смотрю видео разные, выступают родители, говорят, отец выступает и говорит, вот, погиб мой сын, говорит, героически, сражаясь с фашистами украинскими, бандеровцами. Я бы тоже пошел, но у меня бронь. Говорит, а вообще надо добивать эту фашистскую гадину, Украину, надо добивать. У него сын погиб, не за хрен собачий, вообще непонятно за что. И он рассказывает, что надо добивать фашистскую гадину. Еще один случай я видел. Отец сделал когда-то ребенка вообще, не имел к нему никакого отношения просто. Но когда получил гробовые деньги, получила мама гробовые деньги за ребенка, убитого в Украине, он тут же объявился и начал требовать свою долю как отец. Мораль российского общества находится в глубоком, в глубоком, в глубочайшем вообще, есть такое украинское слово, занепад. Вот в занепаде. И ты понимаешь, в любое цивилизованное общество, если бы пришло уже под 70 тысяч гробов, люди бы начали протестовать, люди бы начали говорить, подождите, а за что мы туда идем? А какие ценности мы защищаем? А почему наши дети там погибают в Украине? А что происходит? Нет. Безмолвств. Толпа безмолвствует. Никаких вопросов. Ничего. Родители говорят, надо добивать фашистскую гадину в Украине. Я просто поражаюсь этому уровню пещерному. Я поражаюсь. Ты знаешь, я всего ожидал. Ну такого вот воистину отрицательная селекция. Ну потому что нельзя убивать десятилетиями лучших, чтобы все было хорошо в обществе. Не проходит бесследно. Конченые. Ну ты знаешь, вот все наши военные, в том числе и те, кто занимается сейчас пленными, русскими пленными, они говорят о том, что массово, массово сдаются в плен. То есть все-таки, несмотря на конченность, жить хочется им. И они понимают, что они сюда приходят без правды, что они сюда приходят преступниками. И за эти же свои преступления, естественно, они несут наказание, их убьют. Поэтому сейчас телефонные линии, по которым русским можно сдаваться в плен украинский, они обрываются. Потому что они знают, что украинцы, в отличие от русских, в плену обращаются с военнопленными. Хорошо. И я тебе хочу сказать, вот эта инициатива Генштаба, где они запустили линию, «Хочу жить» она называется, чат-бот работает для всех, кто хочет. Ну, я думаю, сейчас ты подробно расскажешь, да, для всех русских, которые собираются, хотят или не хотят, но так уже у них складывается, идти в Украину с оружием. Так вот, единственный шанс выжить, остаться здоровыми, живыми, это сдаться в плен. И я думаю, что мы даже под видео телефонные номера оставим. Я хочу обратиться, пользуясь случаем, к россиянам, которые оказались мобилизованными. Ребята, это не ваша война. Это не ваша война. Ваша война была бы, если бы на вашу страну, на Россию, напала бы другая страна. Например, Украина. Вот если бы Украина напала на Россию, конечно, это была бы священная война ваша. А так, это война Путина и горстки приближенных к нему людей, которые долгие годы, 23 года, воруют национальное достояние России, газ, нефть и так далее. Деньги за продажу национального достояния России, они воруют. Они стали сказочно богатыми людьми. Миллиардерами в квадрате и в кубе и в четвертой степени. Это люди, разжиревшие коты, возглавляемые старой крысой, полудохлой. Эти люди толкают вас сегодня, как мясо, за их интересы идти и умирать в Украине. Это не ваши интересы. Украина никому ничего плохого не сделала. Украина не посягала на российскую территорию. Украина защищает свое, наши ребята защищают свою землю, свою родину. А вы идете сюда умирать. У украинской армии первоклассное оружие. Я не говорю даже сейчас про боевой дух, про моральные качества. Весь мир это уже увидел. Но у нас высококлассное оружие, которое нам дает запад. У вас это не оружие. Это позапрошлый век. Если снимаются с хранения танки 60-х годов, то, наверное, все понятно, что происходит с вашим оружием. Его давно продали и пропили. И денег уже не осталось. Поэтому сегодня этим оружием украинская армия убивает огромное количество россиян. Если вы хотите стать мясом, воля ваша. А если нет, сдавайтесь в плен. У нас не садисты. У нас нормальные цивилизованные люди. Вас не будут мучить. Над вами не будут издеваться. Если вы захотите остаться, вас оставят. Если вы захотите быть обмененными, вас обменяют. Но вы не будете убитыми. Вы вернетесь к своим матерям. Если опять-таки захотите. Вот это, наверное, очень простые слова. Умирать не за что. Вам не за что умирать. Вот же в чем дело. Ну, если только не хочется им умереть за стиралки и за унитазы, использованные. А для тех, кто хочет жить, то, пожалуйста, я еще раз повторю, что под этим видео мы оставим телефоны. И кто захочет, сможет найти, позвонить и сдаться в плен для русских. Мне уже сдаются огромное количество русских ребят. Сдаются в плен и правильно делают. Потому что опять-таки жить хочется. Умирать не за что. Умирать не за что.